Добрый день, уважаемые коллеги! Я врач-эндокринолог-нутрициолог и работаю с пищевыми добавками 23 года. Мы будем говорить с вами о здоровье и оздоровлении. Надо сказать, что начало 21 века характеризуется хроническими стрессами для каждого. Экологическим, психологическим, окислительным, то есть оксидантным и многими другими. В настоящее время стресс рассматривается как ключевое звено основных заболеваний, потому что возникает и в условиях плохой экологии, и некачественного питания, и при вирусной и бактериальной инфекции, и при активации свободно-радикальных реакций. То есть в настоящее время по теории стресса и его роли в заболеваниях стресс рассматривается как предболезнь. Компания Фаберлик предлагает оздоровительные пищевые добавки, сочетающие традиционные травные формулы народной медицины и мультикомпонентные пищевые добавки, которые насыщают организм питательными веществами всеми, которые необходимы, и оказывают универсальное действие на все системы организма. Мы будем говорить о линии Wellness, что переводится как «хорошее здоровье». Первый продукт – это масло растительное, МАСТОП. Масло растительное широкого спектра действия. Оно насыщает организм витаминами и микроэлементами, и входят в него следующие компоненты. Масло льняное холодного отжима. Это натуральный и очень полезный продукт для диетического питания. Его получают методом холодного прессования семян льна. Является ценным источником микроэлементов кремния, селена, хрома, витамина группы В, С и Е, и антиоксидантов, насыщенных жирных кислот омега-3, 6 и 9. Масло семян чья. Это уже экзотика. Это вид цветущих растений, которые выращивались в течение многих столетий как пищевые растения в Мексике и Гватемале. И местные жители почитали семян чья за целебные свойства. Употребление масла чья повышает иммунитет, нормализует микрофлору кишечника, устраняет запоры, способствует всасыванию полезных веществ и положительно сказывается на состоянии пищеварительной системы. Масло чья оказывает универсальное благотворное воздействие на организм, на сердечно-сосудистую систему, снижает уровень холестерина, нормализует давление и профилактирует развитие атеросклероза. Семена чья содержат натуральные аналоги антибиотиков, существенно улучшают здоровье, борются с патогенной микрофлорой, способствуют скорейшему сжиглению ран и очень полезны для профилактики гриппа, простуды и других воспалительных заболеваний. Капуста брокколи – последний компонент масла. Её нередко называют королевой капусты, и она издавна славится своими многочисленными полезными свойствами. Содержит много хлорофила, макро-микроэлементов, витаминов, что делает её просто незаменимой при состоянии гиповитаминоза и микроэлементоза. Она и питательная, и антиоксидантная действие оказывает, и антитоксическая, и желчегонная, стимулирует выделение желчи, облегчая работу печени, способствует процессам регенерации тканей и клеток организма. И незаменимым продуктом брокколи является для диабетиков, так как защищает стенки сосудов от повреждений, которые вызываются повышением сахара крови. Физиологически активные вещества, присутствующие в составе брокколи, благотворно воздействуют на нервную систему, сердце, на зрение, профилактируют образование катаракты, укрепляют сетчатку и хрустали глаза. И ещё известные свойства брокколи выводить из организма токсины, отмершие клетки, ионы тяжёлых металлов и свободных радикалов. Принимать МОСТОП по одной капсуле два раза в день. Следующая пищевая добавка – это концентрат пищевой прессованный Энзи Пауэр, источник пищеварительных ферментов. В переводе с латинского языка фермент означает «закваска». Синоним этого слова в греческом языке – энзим. То есть, друзья мои, энзимы и ферменты – это синонимы. Энзим означает «в дрожжах». Оба слова связаны с дрожжевым брожением, которое невозможно без участия ферментов, играющих ключевую роль в бродильных процессах, химических реакциях, связанных с перевариванием и расщеплением сахаров. Ферменты – это катализаторы химических и биохимических реакций, которые проникают внутрь клеток, и пищеварительные ферменты выделяются в желудочно-кишечном тракте и разрушают питательные вещества, жиры, белки, углеводы, способствуя их попаданию в кровоток. Только при наличии ферментов происходит обмен жиров, белков и углеводов. Энзи-пауэр улучшает процесс переваривания и усвоения пищи, нормализует жировой обмен, снижает холестерин низкой плотности, повышает холестерин высокой плотности и уменьшает побочные эффекты, связанные с приемом антибиотиков и гормонов. Первый компонент – яблочная клетчатка. Это комплекс пищевых волокон, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт впитывают жидкость, увеличиваются в объеме и механически очищают слизистые оболочки кишечника. Папайя. Очень богата витаминами С и А. Фрукты папайи очень полезны для пищеварения, потому что содержат фермент папаин, который помогает максимальному усвоению питательных веществ. Ананас. Содержит растительный фермент бромелайн, который является эффективным средством для нормализации веса и воздействует на жировую ткань, не позволяя ее молекулам связаться между собой и откладываться в жировые депо. Один из главных компонентов – панкреатин. Это пищеварительное ферментное средство, представляющее собой экстракт содержимого поджелудочной железы. В состав входят ферменты – липаза, амилаза, протеаза. Амилаза – это фермент, который переваривает углеводы в пище, разлагает сложные углеводы – крахмал и гликоген, обеспечивает сохранение нормальных показателей сахара крови. В настоящее время доказано, что более 80% больных с сахарным диабетом имеют недостаточное количество амилаза в кишечнике. Протеаза – это фермент, который активно участвует в расщеплении пищевых белков. Протеин – белок, аза. Всё, что заканчивается на аза, уважаемые коллеги, – это ферменты. Протеаза способна разрушать практически любые белки. Не только те, которые мы с вами съедаем, а ещё и белковые структуры, которые не являются компонентами клеток организма. Это вирусы, бактерии, прочие патогенные вещества. Протеаза действует в желудке, в желудочных соках, в поджелудочной железе и расщепляет непереваренные белки, клеточные обломки и токсины. В результате иммунная система активизируется в борьбе с бактериальной инфекцией или паразитами. Протеаза необходима при острых и хронических воспалительных процессах, в желудочно-кишечном тракте и печени, при ожирении, при сосудистой патологии, при оперативном вмешательстве. То есть всем, у кого есть проблемы с пищеварением и недостаточно тщательно перевариваться пища. Третий фермент – липаза. Она присутствует в желудочном соке, синтезируется под желудочной железой, выделяется в кишечник. Липаза расщепляет жиры. Липаз – это жир, она расщепляет жиры. То есть мы говорили о панкреатии. Куркума – натуральный антибиотик, улучшающий пищеварение и способствующий нормализации микрофлоры кишечника. Образует желчь, выводит токсины, эффективно при острых и хронических воспалениях. Последний компонент пищевой добавки – артишок. В настоящее время артишок используется не только в питании, но и для изготовления лекарственных средств, которые применяются при желчекаменной, мучекаменной болезнях, при атеросклерозе, гепатите, аллергии. Принимаем пищевую добавку по две порции в день во время приема пищи или сразу после приема пищи, запивая стаканом воды. Следующий номер нашей программы – это концентрат коллагенного напитка Доброген Актив Нью. Это замечательный регулятор оздоровления опорно-двигательной системы. Надо сказать, что заболевания суставов позвоночника в наше время относятся к наиболее распространенным. Часто развиваются в молодом возрасте, приводя к ранней инвалидности. И главное, что с возрастом они неуклонно прогрессируют. Доброген Актив Нью способствует восстановлению при дегенерации хрящевой структуре, когда уже постепенно изменяется их структура, деформируется поверхность сустава. Доброген укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает процессы выработки коллагена. Вы сейчас в этом убедитесь, потому что главным компонентом доброгена является гидролизат коллагена. Это удобо варимая форма коллагена. Это основной белок соединительной ткани нашего организма. Что такое соединительная ткань? Это кожа, волосы, ногти. Это связки. Это хрящи. Частичный коллаген присутствует и в костях тоже. Входит в состав хрящей, сухожилий, связок костей. Я еще раз повторяю. И представляет собой строительный материал, одновременно и одновременно клей, который формирует и склеивает все клетки организма, обеспечивая прочность и эластичность ткани. Он необходим для профилактики заболеваний всех опорно-двигательного аппарата и восстановления позвоночника и суставов, для снятия воспалительных процессов, для выработки жидкости внутри суставов, чтобы они хорошо двигались, для укрепления костной структуры, для улучшения упругости и эластичности кожи. Недаром коллаген часто входит в какие-то косметические средства. Он способствует ускорению восстановления хрящевой и костной ткани при повреждении. Его применение всем спортсменам показано и всем, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Регулярный прием коллагена приносит положительный косметический эффект, улучшается состояние кожи, ногтей, волос, основой которых тоже является коллаген. Следующий компонент – иннулин. Это эффективный пребиотик, то есть источник питания для полезной микрофлоры кишечника, для бифида и лактобактерий, где они превращают иннулин в питательную среду для своего размножения. Желатин. Это продукт переработки соединительной ткани животных. В нем много аминокислот. Это источник энергии для жизнедеятельности организма. И он очень эффективно дополняет коллаген. Желатин поставляет в организм вещества, нужные для образования хрящевой ткани. Свекла. Имеет широкий спектр применения в народной медицине. В ней много витаминов, макро-микроэлементов. И она употребляется как средство, улучшающее пищеварение, усвоение пищевой добавки. И, в общем-то, улучшает обмен веществ. Еще один очень важный компонент глюкозамин. Это природный компонент ткани суставов. Обычно его добывают из ракообразных, из их скелетов. Он является строительным материалом для хрящевой ткани. Стимулирует восстановление, замедляет разрушение хрящевой ткани. В больших концентрациях присутствует в тканях здоровых суставов. Является основным компонентом для образования хрящей в суставах и позвоночнике. Способствует улучшению процессов выработки коллагена для всего организма. Улучшает качество, увеличивает количество жидкости в суставах, сенавиальная она называется. Улучшает и участвует в процессах регенерации повреждённых хрящей. Ещё один компонент. Аскорбиновая кислота, которая необходима и для образования клеток иммунных, и гормональных, и усиливает антитоксическую функцию печени. Применение. Две чайные ложки. Смешать в 100 мл воды, а может быть даже лучше в напитках. Молоке, кефире, йогурте, соке. Получается улучшение энергетической ценности продукта. Не надо смешивать с горячими жидкостями, в отличие от предыдущих биодобавок. Принимается один раз в день натощак, за 40 минут до завтрака. Это оптимальная доза для усвоения и насыщения организма питательными продуктами для восстановления хрящевой ткани суставов позвоночника. Следующая добавка. Концентрат пищевой прессованный, заряд энергии. Уже из названия видно, что эта пищевая добавка повышает тонус организма и запасы энергии. Это очень важно, потому что вот такие тонизирующие средства повышают тонус и устойчивость к экстремальным нагрузкам, к гипоксии. Быстро включаются в циклы обмена в организме и повышают содержание в организме молекул, которые участвуют в мышечном сокращении, регулируют сахар крови, ускоряют транспорт жирных кислот внутри клеток. Заряд энергии состоит из всем нам известного кофеина. Кофеин – это вещество растительного происхождения. И наивысшая концентрация его содержится, как вы понимаете, в кофейных зернах, откуда он получил свое название, в чайных листьях, в шоколаде, какао. Также кофеин содержится в обезболивающих, противоаллергических и жиросжигающих средствах. Он улучшает психическую возбудимость, концентрацию внимания, настроение, снижает утомляемость и в небольших дозах стимулирует процессы возбуждения в коре головного мозга и очень помогает, как мы все знаем, бороться с сонливостью при активной умственной деятельности. Многолетние исследования показали, что кофеин способен вызывать незначительное повышение давления, но он, уважаемые коллеги, никак не влияет на развитие гипертонической болезни. То есть все те, кто пьет понемногу кофе, тренируют свою сердечно-сосудистую систему. И кофеин им не противопоказан, потому что они приручают сердечно-сосудистую систему колебаниям давления, и сжищают себя от преждевременных инсультов. Это последнее исследование нашего времени. Следующий важный компонент – гуарана. Экзотические плоды гуараны не только обладают приятными вкусовыми качествами, но и отлично утоляют жажду и повышают мощный энергетический баланс организма. Гуарана оказывает стимулирующее действие на работу нервной системы, повышает выносливость, работоспособность, активизирует жировой обмен. Прием пищевых добавок рекомендуется при различных видах физической деятельности, которые постоянно требуют высоких нагрузок, координации и внимания, интеллектуальной и физической выносливости, безусловно, включая сексуальные отношения. Гуарана очень часто добавляется в средства, улучшающие потенцию у мужчин и либидо у женщин. Она эффективна при синдроме хронической усталости, способствует положительному и уравновешенному эмоциональному состоянию, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и еще показана при головных болях в виде мигреней и головокружениях. Как я уже говорила, гуарана помогает в борьбе с лишним весом, снижает аппетит и ускоряет сжигание жира. Вот такая пищевая добавка из двух сильных компонентов в заряд энергии, которую можно употреблять по 3 порции в день, запивая стаканом воды. Безусловно, ее не надо употреблять в вечернее время, если только ранним вечером, накануне предполагаемых сексуальных отношений. Следующее средство – концентрат пищевой черника плюс. Это известное средство для здоровья глаз на всех уровнях, для улучшения зрения. Потому что, как мы знаем, в наш информационный век глаза постоянно подвергаются перегрузкам, так как более 80% информации мы воспринимаем зрительно. Из заболеваний глаз чаще встречается конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки от дыма, пыли, аллергенов, авитаминоза. Воспалительный процесс в глазах возникает быстро и развивается в слизистой оболочке век с зудом, сжением, чувством онородного тела. К невоспалительным заболеваниям глаз относится возрастная дальнозоркость, которая после 40 лет возникает и прогрессивно продолжается. Поэтому, безусловно, следить за глазами очень и очень нужно. Черника широко применяется в народной медицине различных стран. Это один из основных компонентов в желудочных сборах. Между прочим, входит в меню космонавтов. И, как я уже говорила, ягоды особенно полезны при заболеваниях глаз. Плоды черники обладают мощнейшим антиоксидантным действием. Защищают организм не только от глазных проблем, но и от многих заболеваний и преждевременного старения. Плоды черники благотворно действуют на сетчатку глаз. Помогая регенерации светочувствительные ткани, они улучшают питание сетчатки глаза, стимулируют микроцикуляцию, снабжение кровью ее, восстанавливают защиту сетчатки и вообще укрепляют соединительную ткань сосудов органов зрения, которые представлены в них в больших количествах, хотя органы очень маленькие. Применение черники приводит к ограничению образования отложений кальция и сгустков крови в артериях, расширению кровеносных сосудов, снижению отеков и онемения в конечности. Еще черника уменьшает воспаление суставов. Следующий компонент черника плюс это таурин. Это аминокислота, которая содержит серу. Свойств у таурина огромное количество. О ней много говорить много. О ней можно говорить много, но в нашем с вами разговоре о зрении я хочу сказать, что клинические исследования доказали способность таурина стимулировать восстановительные процессы при дистрофии сетчатки и травматических поражений глазной ткани. зеоксантин и лютеин. Это пигменты, которые окрашивают овощи и фрукты в желтовато-красный и темно-зеленый цвет. Желтовато-красный – это оранжевый, как вы понимаете. Польза данных соединений для организма неоценима, но основная функция в поддержании нормальной работы зрительного аппарата и защите глаз от действия ультрафиолетовых лучей. Лютеин и зеоксантин – это каротиноиды, предшественники витамина А. Они включают около 600 природных молекул, которые человеческий организм не способен синтезировать. Это главные пигменты желтого пятна, расположенного в центре сетчатой оболочки глаза и отвечающего за высокую остроту зрения. Каротиноиды экранируют, обладают антиоксидантными свойствами, потому что поглощают агрессивную часть спектра световых лучей и нейтрализуют их пагубное воздействие. Ну что еще можно сказать о помощи каротиноидов глазам, органам зрения? Они защищают хрусталик глаза от окисления, ограждают его от свободных радикалов, которые образуются в прямом свете, фильтруют цветовой спектр, как я уже сказала, отражая его вредную для глаз часть. То есть пищевая добавка черника плюс – это помощник зрению. Употреблять по две порции в день, запивая стакан воды. Следующая пищевая добавка – это масло растительное Ку-10, коэнзим Ку-10 или же кофермент Ку-10. Я вам уже говорила, что разницы между словом кофермент и коэнзим нет. Это энергетик и антиоксидант. Дело в том, что он влияет на мышцы, на поперечную полосатую мышечную ткань, то есть охраняет организм от усталости, усиливая и улучшая энергию. Но, друзья мои, нельзя забывать, что сердце – это тоже мышца. Сердечная мышца – очень важная. И заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест среди болезней внутренних органов. И очень часто являются причиной потери трудоспособности и преждевременного ухода из жизни. И поэтому коэнзим Ку-10 необходим людям после 30 лет категорически здоровым людям, я имею в виду, для профилактики развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. На первом месте льняное масло, о котором я вам уже упоминала, но еще раз скажу, что это очень полезный продукт диетического питания, являющийся цельным источником микроэлементов и витаминов. Из микроэлементов такие важные, как кремний, селен, хром. Это микроэлементы от старения, от диабета, витаминов группы В, и жирные кислоты омега-3, 6 и 9 присутствуют в льняном масле. Еще одно масло, эксклюзивное масло зародышей пшеницы, которое улучшает работу пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной системы, укрепляют защитные силы, восстанавливают гормональный баланс, улучшают жировой обмен и омолаживают организм. И, наконец, главный компонент коэнзим-Ку-10. Как я уже говорила, это источник энергии и антиоксидант. Он является предшественником в организме АТФ, аденозин-трифосфонной кислоты, благодаря которой сердце работает лучше и качественнее. Кроме того, коэнзим-Ку-10 оказывает противовоспалительное действие против вирусов, грибков, бактерий, поддерживает работу печени и почек, усиливает обмен веществ, эффективно снижает вес у людей с лишним весом. Всемирное признание коэнзим-Ку-10 получил в клинической и профилактической кардиологии и спортивной медицины. Доказано, что Ку-10 повышает устойчивость мышечных клеток сердца и мускулатура опорно-двигательного аппарата к кислородному голоданию и повреждающему действию свободных радикалов. Уникальной особенностью действия коэнзима является сочетание его способности повышать тонус и устойчивость к экстремальным нагрузкам с одновременным снижением веса тела и уменьшением обмен жировой ткани, потому что она активно включается жировой обмен. То есть коэнзим не только защищает от преждевременного старения, и он способен не только продлить жизнь, но и насыщает ее энергией, здоровьем, молодостью и наполняет человека любого возраста ощущением радости жизни. И, наконец, витамин Е самый важный антиоксидант среди витаминов. Его еще называют витамином красоты. Снижает уровень холестерина, предотвращает накопление холестерина на стенках сосудов и очищает артерии от холестериновых бляшек. Принимать коэнзим Q10 пищевую добавку по одной капсуле два раза в день во время или после еды. Я вам напоминаю о том, что на упаковках указаны дозы профилактического действия, которые рекомендуются для здоровых людей для профилактики заболеваний атеросклероза, ишемической болезни сердца, для профилактики старения. Людям, страдающим ишемической болезнью сердца, стонокардией и другими такими сердечными патологиями можно увеличивать дозировку пищевой добавки в два раза. Масло растительное смесь омега-3,6,9. Это тоже антиоксидант широкого спектра действия, обладающий атеросклеротическим иммуномодулирующим свойствами, который улучшает регенерацию и печени, и сердечно-сосудистых заболеваний, профилактику проводит и аутоиммунных, и сахарного диабета в том числе. Компоненты. Льняное масло, которое защищает от сердечных недомоганий, и контролирует артериальное давление, и регулирует гормональные уровни, как я вам уже рассказывала, и повышает, между прочим, количество тестостерона у мужчин, и восстанавливает желудочно-кишечный тракт и обмен веществ. Рыбий жир морских рыб содержит комплекс жирных кислот полиненасыщенных омега-3, который омолаживает организм, обладает мощным антиоксидантным действием и содержит более 200 биологически активных компонентов, включая витамины, макро- и микроэлементы. Масло семян тыквы уменьшает процессы воспаления, налаживает обмен веществ, ускоряет регенерацию печени, снижает риск желчнокаменной болезни, активирует иммунные силы организма и снижает холестерин низкой плотности и повышает потенцию мужчин. И еще одно экзотическое масло амаранта, которое обладает антиоксидантным действием, очищает кишечник от токсинов, укрепляет сердечно-сосудистую систему и тоже улучшает состояние глаз. Его регулярное употребление является хорошей профилактикой заболевания глаз, старческого слабоумия, бессонницы. Принимать растительную смесь омега-3,6,9 по 1-2 капсуле 1-2 раза в день во время или после еды. Продукт подходит для регулярного употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону и уже не так, скажем, как к энзим-Ко-10 после 30 лет, но и практически и раньше. Длительность приема не ограничена. Это настоящая пищевая добавка, очень полезная во всех отношениях. Концентрат пищевой прессованный ноу-стресс. Нет стрессу. Важность этого концентрата для нашего здоровья все понимают, потому что хронический стресс вызывает значительную потерю энергии и создает условия, при которых значительно ослабевает иммунная система и увеличивается риск различных инфекционных заболеваний паразитических. Давно известно, друзья мои, что в критические периоды жизни обостряются хронические воспалительные заболевания и герпес появляется и увеличивается вероятность простуды и гриппа. Фтресс вызывает подъем уровня адреналина в крови, который разрушает и истощает иммунные резервы организма. А следствие это истощение функций надпочечников, язвы в желудочной кишинной тракте, сахарный диабет и много других заболеваний. Замечательным первым компонентом является 5-гидроксид трептофан. Это продукт аминокислотный, который является одной из важнейших природных аминокислот и промежуточным веществом в обмене трептофана. Триптофан тоже важная аминокислота, которая нейтрализует состояние беспокойства и депрессии, уменьшает боли, аппетит снижает или увеличивает в зависимости от проблем, нейтрализует состояние беспокойства, регулирует аппетит, как я уже сказала, и укрепляет иммунную систему. 5-гидроксидрептофан или его еще называют кратко 5-HTP, в общем-то аббревиатура с английского языка, увеличивает возможность передающих нервных клеток нейронов создавать серотонин. Серотонин это, проще говоря, гормон удовольствия, его еще называют гормоном кайфа. Один из важнейших посредников, участвующих в передаче сигналов между нейронными нервными клетками и другими. Серотонин, еще раз повторяю, часто называют гормоном счастья. Его уровень повышается во время эйфории и очень снижается во время депрессии, что очень, в общем-то, важно. Серотонин сильно влияет на эмоциональное состояние человека и его ощущение благополучия, на хорошее настроение, улучшает самочувствие, нормализует физическое и психическое состояние, поддерживает общий тонус. В центральной нервной системе он передает сигналы, которые влияют на настроение, сон, пробуждение, чувство сытости, сердечно-сосудистую регуляцию, температурный контроль, возбуждение и действует как нелекарственный антидепрессант. А ведь у нас очень часто бывает плохое настроение в результате хронических стрессов. то есть применяется практически при всех психоэмоциональных расстройствах от депрессии до просто элементарной бессонницы, страхов, тревоги, агрессивности, раздражительности и при климактерическом и при менструальном синдромах. Глицин это тоже аминокислота, которая регулирует обмен веществ и нормализует и активизирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе. Недаром официальная медицина присвоила себе и есть такой препарат в аптеках, как глицин, который дают маленьким детишкам при гипервозбуждении и плаксивости, начиная с грудного возраста. Так что глицин это замечательное средство, это в общем-то аминокислота, то есть это пищевая добавка, которая помогает улучшить состояние настроения. Мелисса следующий компонент обладает успокаивающим действием на нервную систему, применяется при разных расстройствах, нервно-психических перегрузках, стрессах, нервной слабости, бессонница и хорошо убирает мигрень, от которой часто мучаются в настоящее время. Это неприятная головная боль, которая в корне отличается от обычных головных болей, вызванных спазмами сосудов. А мигрень, наоборот, вызывается расширением резким участка сосудистого и, в общем-то, обычные аналогетики, обезболивающие препараты медицинские ей не помогают. И как хорошо, в общем-то, мы можем помочь. пассифлора укрепляет нервную систему и тоже обладает мягким успокаивающим действием, не вызывает никаких побочных явлений и, между прочим, по отдельности в народной медицине вызывает отвращение к алкоголю, снимает мышечные спазмы и боли. Витамины В и 6 дополняют эффект пищевой добавки ноу-стресс и улучшают функции центральной и нервной системы. Принимать по 2 дрожжи в день, запивая водой. В принципе, можно принимать по 2 сразу или по 1 2 раза. Еще раз повторяю, уважаемые коллеги, если у человека серьезные проблемы есть уже с постоянно плохим настроением, с депрессивным состоянием, с упадком сил, то, безусловно, дозу можно удвоить. Дрожжи жевательные, ньютоник, последняя наша пищевая добавка, улучшение функции мозга. Дело в том, что головной мозг это главный орган центральной нервной системы. Он определяет личность, интеллект, отвечает за мышление, память и речь. Во второй половине жизни постепенно начинают с снижаться приспособительные возможности организма и наблюдается сужение сосудов головного мозга вследствие атеросклеротических изменений. Поэтому с возрастом изменяется и высшая нервная деятельность человека, снижается активность, уравновешенность основных нервных процессов. Клинические возрастные изменения проявляются падением работоспособности, расстройством сна, эмоциональной неустойчивостью, ослаблением внимания и памяти, а с возрастом они прогрессируют, приводя к выраженным личностным изменениям. Главным компонентом, первым компонентом в нашей пищевой добавке является глицин. Мы о нем упоминали в добавке ноу-стресс. Это очень важная аминокислота, обладающая успокаивающим действием. Но здесь ньютоники она тоже необходима для снятия излишнего возбуждения. Глицин регулирует обмен веществ, нормализует и активизирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе. Он очень популярен и рекомендуется при стрессах и повышенной возбудимости. Я напомню, что я говорила, что официальные врачи рекомендуют глицин аптечный препарат, сертифицированный как лекарственное средство. На самом деле это аминокислота, это пищевая добавка, которая помогает успокоиться и расслабиться с самого раннего возраста, даже грудничкам неспокойным. Глицин улучшает процессы регенерации в тканях мозга, оказывает антидепрессантное, успокаивающее действие, уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность и конфликтность, улучшает настроение, социальную адаптацию, облегчает засыпание, нормализует сон, повышает умственную работоспособность, уменьшает выраженность мозговых расстройств, агрессивность. Также он эффективен в качестве вспомогательного средства в наркологии, при табакокурении, алкоголизме. Применение его показано при стрессах, снижениях умственной активности и при практически всех заболеваниях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью и нарушением сна. Янтарная кислота замечательное природное соединение, необходимое всем живым организмам, как активный компонент синтеза организма, органического синтеза органических веществ. Самые большие запасы янтарной кислоты на Земле представлены в янтаре, который всегда являлся исходным материалом для получения янтарной кислоты. В настоящее время из-за уже недостатка янтаря ее синтезируют в общем-то другие химические процессы. Она улучшает питание головного мозга и сердца, обладает антидепрессантным действием и омолаживающим, создает оптимальные условия для работы мозга и сердца, снимает раздражение, тревожность, страхи, отрицательные эмоции, повышает эффективность мозговой деятельности и увеличивает поступление кислорода к клеткам нервной системы. Это замечательное природное средство для продления активной жизни до преклонных лет. Используется для лечения заболеваний сердца, при нарушениях мозгового кровообращения, для улучшения выработки желудочного сока и очищения организмов от токсина. Вот такое действие у янтарной кислоты. ромашка известное нам всем любимое растение расширяет сосуды головного мозга, улучшает память, рекомендуется при повышенной возбудимости и головных болях. Это я рассказывала вам, что ромашка обладает противовоспалительными свойствами при проблеме желудочно-кишечного тракта тоже. И наконец, друзья мои, эффективность пищевой добавки усиливают витамины Е, группы В, А, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин. Это тоже родственники витаминов группы В. Как известно, витамины группы В просто необходимы для регуляции функций и питания, насыщения нервной системы. Для профилактических целей рекомендуется принимать по одному драже один-два раза в день. А при большой интеллектуальной нагрузке и в период мозговых штурмов можно пить по два драже два раза в день. Мы закончили обзор серии Wellness Хорошее Здоровье. Действительно, серия очень хорошо работает со многими органами и системами и просто необходима бывает практической жизни. Всего доброго, до свидания.